Самый востребованный и доступный вид транспорта сегодня становится одним из самых опасных. Водители нарушают правила дорожного движения и речь идет не просто о комфорте. В салоне все чаще можно получить травму. Самый шокирующий случай из последних. В октябре на улице Циолковского маршрутка врезалась в иномарку. От удара машина завалилась на бок и придавила еще один автомобиль. В аварии пострадали 18 человек, в том числе трое детей. 14 из них пассажиры маршрутки. Рискованный маневр водитель маршрутки совершал на желтый сигнал светофора. Вот хотел маневр как бы завершить. Они стояли, тронулся и пошел к самому. Уже спустя несколько дней на улице Ленина маршрутка врезалась в автобус с детьми, который остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. 30 октября в поселке Южный 29-летний водитель маршрутки сбил женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии женщина получила перелом плеча и была госпитализирована. Вот на улице Грибоедова, дождавшись зеленого сигнала, маршрутное такси выполняет обгон по встречке и едет прямо. При этом с этой полосы по правилам можно поворачивать только налево. По примеру, такой же маневр выполняет еще одна маршрутка. Вот водитель проезжает на красный, объезжая на регулируемом переходе пешеходов, которые вышли на зеленый сигнал. Все равно наступивших на зебру людей и этому водителю он даже не сбавляет скорости. Нередкость для маршруток в Рязани – поворот налево с правого ряда, даже если в соседней полосе едет автомобиль ДПС. Впрочем, нарушение водителю сходит с рук. А этот водитель маршрутки высаживает пассажиров с детьми на светофоре, прямо на проезжей части, под колеса других автомобилей. Подобных видео в сети можно найти сотни. Современные городские маршрутки наводят страх на пассажиров и пешеходов и вызывают раздражение у автомобилистов. Маршрутчики, конечно, ездят очень неаккуратно, подрезают, обгоняют. Постоянно битком этот маршрут, так сказать. И понятно, что нарушается техника безопасности, так как сидячие места должны быть только заняты по правилам эксплуатации маршрутного такси. Мне кажется, сейчас нарушает. И это уже не шутки. В интернете даже появилось голосование за отмену в городе этого вида транспорта. Из трех тысяч голосовавших более половины интернет-пользователей за вывод из Рязани маршрутного транспорта. Наш рязанский общественный транспорт, мы наблюдаем за этим, он с каждым годом становится все хуже и хуже. И на замену вот этого состава машин, троллейбусов, автобусов, которые ездили в нормальном понимании общественного развития общественного транспорта, на их место приходят маршрутные такси. Это своего рода заплатка, временная заплатка для решения вот этой проблемы. Большинство городских маршруток не соответствуют требованиям безопасности. Комфорт у пассажиров зачастую становится причиной пробок. Не секрет, что именно старые газели – причина ухудшения экологической ситуации в городе. А то, что водители маршруток являются самыми закоренелыми автохамами на дорогах города, известно абсолютно всем рязанцам. Давайте, 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 давайте. Больше, больше. У вас, да, да. Больше, больше. Стоит добавить, что ни в одном цивилизованном городе мира маршруток либо нет, либо, как минимум, они не являются основным видом городского транспорта. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани от маршруток либо уже отказались, либо почти это сделали. По такому же примеру пошли и соседи Рязани. Во Владимире и Липецке отлично обходятся без маршруток. Исключение маршруток из рядов городского транспорта – это пока лишь тема для дискуссии. Но то, что Рязань готова к транспортной реформе, сомнений не остается. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».